Вместо томатов и перца – конопля. В Волжском наркополицейске обнаружили сразу несколько приусадебных участков, на которых шло выращивание запрещенного к возделыванию растения. Теперь владельцам нелегальных посевов грозит до 8 милей от лишения свободы, продолжит Виталий Кошлев. Это один из участков садоводческого товариства «Вишневый сад» по улице Мичурина. На даче была обнаружена целая наркоплантация. Всходы конопли здесь буквально на каждой грядке, по соседству с кукурузой и огурцами. Вот доказательство того, что дурман-трава растет не самостоятельно, а взращена руками владельца участка – вот эти горшочки с рассадой конопли. Они и станут главными уликами в суде. Подобная же картина сознательного культивирования наркосодержащего растения и на территории одного из домовладений на острове Зеленый. Конопля засушена и готова к переработке. После подсчета объемов незаконного урожая выяснилось, что горе-агроном вырастил около 50 кустов. Согласно закону, если их число выше 20, то владельцу нелегального посева грозит не административная, а уголовная ответственность. Хотелось бы напомнить жителям Волгоградской области, что ответственность за выращивание наркосодержащих растений ужесточена. И если будет доказано, что жители города Волжского осуществляли сознательно уход и выращивали наркосодержащие растения, то им будет грозить от 3 до 8 лет лишения свободы. Наркополицейские также отметили, что в обоих случаях поводом для проверки дачных массивов стали обращения бдительных граждан. Всего же за последние три месяца в Волгоградской области было выявлено более 20 подобных наркомплантаций. Виталий Кошелев, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба». Продолжение следует...